Возьмем изолированный проводник, который состоит из двух отдельных частей А и Б и сначала плотно их сомкнем. Укрепим на проводнике легкие полоски бумаги. Поскольку проводник не заряжен, полоски будут висеть вертикально. Приблизим теперь к проводнику заряженный металлический шар С, но не будем им касаться проводника. Листочки, подвешенные у концов проводника, первый и четвертый, разойдутся сильнее, чем листочки у середины, второй и третий. Это говорит о том, что проводник зарядился. Уберем заряженный шар, бумажки опять примут вертикальное положение. Рассмотрим, что произошло в проводнике, когда к нему поднесли заряженный шар. Будем считать, что шар заряжен положительно. Если поднести к полоскам бумаги на проводнике на электризованную стеклянную палочку, вспомните, что ее заряд положительен, то можно убедиться, что листочки один к ней притянутся, а листочки четыре оттолкнутся. Следовательно, заряд у левого конца проводника отрицательный, а у правого положительный. Если же заряженный шар убрать, то все листочки опадут, проводник как был нейтральным, так и остался. Следовательно, произошло перераспределение зарядов в проводнике при помещении около него заряженного шарика. Возникает вопрос, почему заряды перераспределились именно так, как мы обнаружили. Чтобы объяснить этот факт, достаточно вспомнить, что отрицательно заряженные электроны могут свободно перемещаться по металлическому проводнику. Притягиваясь к положительно заряженному шару, они сконцентрировались у левого конца проводника. Недостаток же электронов, то есть избыток положительных ионов, приведет к появлению на правом конце проводника положительного заряда. Продолжим опыт. В присутствии заряженного шара С разведем части металлического проводника А и В. В этом случае совместившиеся электроны уже не могут вернуться назад после удаления заряженного шара. Металлический проводник разделен воздушной прослойкой, а воздух – диэлектрик. В итоге мы получили два разноименно заряженных тела. При этом мы не касались их каким-либо третьим заряженным предметом. Описанный способ электризации тел называют электризацией через влияние или электростатической индукцией. Сами же подобные заряды часто называют индуцированными. Звучит музыка. Продолжение следует...